Непогода, которая разыгралась на прошлой неделе и сейчас не оставляет шанса на отдых. Чтобы справиться с последствиями метели, городские службы благоустройства и коммунальщики продолжают трудиться. Расчистка и вылаз снега ведутся без выходных. Из-за сильных снегопадов высота снежного покрова достигла 83 сантиметров. Небесная канцелярия в последний зимний месяц смогла удивить самарцев количеством осадков. По состоянию к 7 февраля выпало 104% от месячной нормы. Только за сутки с пятницы на субботу с территории Самары вывезли порядка 8 тысяч тонн снега. Городские власти напоминают автомобилистам. Для того, чтобы обеспечить доступ спецтехники для расчистки парковочных карманов, обочин дорог на всю ширину, необходимо своевременно убирать машины. У меня просьба, обращаясь ко всем, ну, коль мы сегодня работаем как одна команда, ну, не надо на сегодняшний день паркуют машины. У нас, я уже говорил, в данной ситуации, где сформирован вал устанавливается, то есть к борту, да, чтобы под вывозку. Сразу одна полоса, где чисто заполняется, и у нас происходит сужение. Эта вот ситуация, она на сегодняшний день, конечно, усложняет работу дорожных служб. Уже к субботе дороги первой, второй и третьей категории были очищены на 70%, четвертой и пятой категории почти наполовину. Задействованы все семь площадок для вывоза и складирования снега, четыре муниципальных и три коммерческих. Так, в рамках муниципального контракта к концу минувшей недели только муниципальные специализированные площадки со всех территорий города приняли в общей сложности 215 тысяч тонн снега. Днем в пятницу и в ночь на субботу на уборку городских территорий направили 729 единиц техники и почти 4000 уборщиков, включая дворников, дорожных рабочих, работников парков, скверов и набережной. Израсходовано свыше 400 тонн противогололедных материалов для обработки улиц. В субботу только в дневную смену уборкой на уличной дорожной сети занимались 212 рабочих. Вывели 155 снегоуборочных машин. Не меньше дворников и техники вышло на улицы и во дворы, и в воскресенье. Количество вывезенного снега выросло до 221 тысячи тонн. В этой работе задействовали до 130 самосвалов. Используется как собственная техника предприятий и подрядчиков, так и привлеченная. Продолжили работу и по расширению проезжих частей, особенно там, где ходит общественный транспорт. Упор сделали на очистку тротуаров и пассажирских остановочных павильонов. Днем в основном формируем кучи вал под вывозку. Ночью эти кучи валы вывозим. Также сейчас внимание акцентируем на обращение по частному сектору. Это дороги пятой категории. Не оставили без внимания скатные крыши. Почти сотня бригад альпинистов очистили еще 180 кровель. Крыши, как и вопросы расчистки снега, фигурируют в обращениях, поступающих через ресурсы ЦУР Самарской области и муниципального центра управления. Каждая находится на контроле до полного исполнения задач. Это ведущий принцип. Например, за прошедшую неделю, когда Самару накрыли снегопады, администрация Кубышевского района совместно с Центром управления регионом Самарской области взяли в работу более 30 сообщений жителей района в социальных сетях. Охватили работы и конкретные адреса, где необходимо убрать снег. Это и улица Восстания. Здесь администрация Кубышевского района и жители вместе организовали воскресник. Валентина Гаспарян рассказывает, что во время снегопада машинами с соседями не пользовались. Нельзя было выехать, а теперь дорога позволяет комфортно передвигаться. Мы вот все выкидываем, а трактор все у нас увозит. Что можем, сами чистим, что не можем. Вот трактор нам помогает. Спасибо огромное, что так нам помогли. Такие воскресники организовали по нескольким адресам в Кубышевском районе. Жителям помогли почистить подъезды к домам с помощью техники, а также выдали рабочий инвентарь тем, кто своими силами решил расчистить улицу возле своего дома от снега. Несколько адресов в работу взяли управляющие компании соседних многоквартирных домов. Мы понимаем, что объективно те организации, которые занимаются обслуживанием уличной дорожной сети, они в первую очередь сейчас, конечно, сосредоточены на центральных улицах, потому что есть категорийность. И частный сектор, конечно, это четвертая и пятая категория дорог в основном. И периодичность уборки, регламентированная периодичность, она, конечно, не такая высокая. Уборка снега ведется во всех районах города. Работа управляющих компаний лично контролирует главы внутригородских районов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова на всех уровнях созданы штабы для борьбы с последствиями снегопадов. В обязательном порядке административными комиссиями районов и самарским МПГАТИ по благоустройству проводятся проверки за исполнением управляющими компаниями своих обязательств. На недобросовестные организации составляют административные протоколы. Профильные службы просят также своевременно освобождать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы к ним имелся беспрепятственный доступ техники, как для расчистки, так и для вывоза мусора. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Сидоров. События.